Это же... неспроста. Всем привет! Вы на канале Random Game. Это у нас игра загружается по вселенной Warhammer. Age of Sigmarna называется. Это... это... XCOM-оподобная игра. Я бы даже сказал больше... Ну да, типа XCOM-а, но чисто... чисто бои. Всё, больше тут ничего такого нет. Я вам сейчас покажу новую кампанию. А, будет отменена. Фига себе. Короче, тут кампания за три расы. У каждой расы по три кампании идут. Первая, вторая, третья. Потом переходите ко второй расе, потом к третьей расе. Итого получается девять кампаний. Ну вот. Соответственно, сейчас игра вот за эту девицу. Я тогда нажму продолжить. Мы будем продолжать то, что я уже прошёл немножечко. То, что я уже поиграл. Игра такая... Ну, непонятно, если честно. Что такое сзади? Назад вычисли? Ага, понятно. Значит, у нас замок Тинотора Шаиш. Мы должны что-то в этом замке пробраться и там что-то разузнать, сделать. В общем, игра... Ну, не сказать, что, наверное, линейная. Где-то будут развилки. Но пока вот я был в этой точке, потом в этой. Сейчас перешёл в эту точку. Потом откроется следующее. Я вам предлагаю две миссии сейчас пройти, в принципе, вместе с вами. Посмотреть, что она из себя представляет. Расскажу, покажу. Значит, смотрите. Святилище. Надо уничтожить всех врагов. Когда-то это место было священным. Сейчас же всё превратилось в руины. Нужно уничтожить оскверняющее его вражеское войско. Мы видим вражеские войска, которые там будут. Сложность, награды. Мы получим... Ну, две награды какие-то, да? Окей. Погнали. Выбрать. Когда мы выбираем, значит, миссию, потом нам надо будет настроить своих бойцов, кто туда пойдёт. Значит, первый боец – это наша девица. Вот она. Зовут её Фрея Небесный Шлем. У неё есть опыт накапливается. Потом, видимо, что-то можно будет добавить. Ей можно ставить различное вооружение. То есть, например, можно поставить молот. У неё сейчас есть загморитовый, а это обычный. А, обычный зигморитский. Вот если правый нажать, то можем прочитать про молот. Зигморитовый боевой молот изготовлен в лучших плавильных зигморона под бдительным надзором опытных литейщиков. Так, окей. А чем она вот от этого отличается? Размер Дани 0 единиц опыта. То есть, тут какой-то Дани не надо. У нас есть какая-то Дань. Есть какие-то Чудеса. Я до этого ещё пока что не добрался. Вот. Но если этот молот размер Дани у него 25 единиц опыта, что такое Дань, не знаю пока. То вот этот бесплатно, вроде как. Окей. Он у нас и выбран. Здесь у нас, значит, зигморитовый щит. Он нам даёт вот эту штуку. Стена щитов. Аура, дающая 1 единицу брони, находящимся рядом с союзником со щитами. Вот. А этот, соответственно, молот. Он нам даёт удар молотом. То есть, у него нет какого-то урона и так далее. Урон у нас чисто у самого персонажа есть. То есть, наш персонаж... Вот он он. Нет, этот не он. А, ну да, это она, восходящий лев. Но тоже информации нету, да? А, это броня. Это броня восходящего льва. Так, погоди. Правой тогда нажать. Это сложность возвышения доступна только при наличии принадлежащей фракции героя. Погоди. Что происходит-то? Как про тебя узнать-то? Фрея, 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 фрея. А, ну вот же у него параметры. Я поперю на театр. Тут плюс один. У него, значит, 3 атака, 2 броня, 2 передвижения и 10 это количество жизней. Вот. То есть, грубо говоря, они один удар, 3 урона наносит. 2 брони, это значит, если 3 урона по нам наносят, минус 2, единичку урона мы получаем. Так, тут у нас войска, которые можно ставить. Значит, у нас сейчас есть выбор между карателями, они стрелки, и между освободителями, они типа нас щитоносцы. Можно рядом ставить, у них тоже есть щиты. Да, вот стена щитов. Плюс у них есть защита, дает 2 единицы брони на 1 ход. Окей. Вот. Стоит установка его на поле боя 4 вот таких вот кристаллика. А лучника 3. Можем ли мы поставить, например, и освободителей, и лучников? Можем. Супер, больше никого нет. Все. Так, по этим чувакам. Блин, погоди. Значит, выбрали. У нее урон 2, это лучник. 1 броня, 4 здоровья и 2 передвижения. Значит, у нее есть... Да что ж ты так корява-то вся. Зигморитская броня карателя. Зигморит живой металл, наполненный мощью Азира. Он используется для изготовления брони и оружия грозорожденных. Лады. И есть граммоглавый Великий Лук. Метает стрелы с укрепленными наконечниками, наполненными грозовым дыханием Звездного Змей. Это вещество смертельно опасно для эфирных созданий. Для эфирных, то есть для призраков. Больше пока ничего нету, но можно, в принципе, оборудовать еще чем-то, как видите. Так, окей. Ну и, собственно, вот этот наш чувак. А что, я могу всем такие молоты раздавать что-то? Интересно. Здесь, значит, щит. И здесь, значит, броня. Окей. У него урон 3, что, в принципе, неплохо. Так, а зачем я вышел-то? Немножко вот... Нет, интерфейс сделан как-то корявенько немножечко. Так, значит, трое бойцов у нас, в принципе, мы все выбрали. Погнали на задание. Ходим по очереди, бьем друг друга. Ничего такого сверхъестественного здесь нет. Итак, мы должны выбрать, куда поставить нашего героя. Вот есть 3 клетки. Но, погодите. Можем прочитать про наших монстиков, с которыми будем драться. Это Банши Мир Морна. Правой кнопкой нажимаем и видим информацию. Два атака, 4 здоровья, 2 передвижения. У нее есть натиск, мороз до костей, 2 единицы урона, замедление, да, на 2 хода, вопль, молчание. Прерывает подготовку и блокирует использование способностей. Также есть ответный удар, который наносит 2 урона. Ловушки обнаруживает. Зов сирены. Умирая, взорвите, наносит 2 единицы урона и отбрасываю. Ну, такой типок неприятный, конечно, вот эти Банши, да? Банши. А это Рьяны, они, в принципе, простенькие. У них есть натиск, вихр смерти. Это по прямой, значит, бьет. 2 единички урона. Ответный удар, неистос, да, при призыве дает плюс 1 единица урона, находящимся рядом с союзником. Ну, окей, понятно. Итак, призываем нашего чувака. Куда? Да давай, вот, наверное, вот сюда. И мы можем, в принципе, к этим руинам притягиваться в ветры магии, когда это было священное место. Это место давно повернено мной и моими сородичами, которые разрождены здесь, вы не надеете ничего, кроме своей погибели. Короче, какая-то непонятная какая-то вещь произошла с игрой, скорее всего, связанная с кломпом, наверное, с моим. Поэтому, повторим. Повторение, как говорится, мать, учение. Так, и лучника, лучника мы ставим. The winds of magic are drawn to this ruin. Куда же без нее-то? Ты ошибаешься, здесь полно эфира, благодаря ему это место вновь озариться. С ней-то зигмар. С ней-то зигмар будет разогреться в этом твердом месте. Все, поговорили. Так, призыв. Призыв. За три очка. Вот у нее три очка, и у нас как раз-таки три очка есть. Ну, давайте вот сюда я призовем. Итак. Могут ли они ходить? Вот лучники не могут ходить. А ты можешь сразу, в принципе, ходить, да? Ну, и пошли тогда вот сюда. Все, конец хода. Игра такая крайне простая, довольно-таки. Здесь надо собирать ништяки. Вот здесь и вот здесь. Ну, неужели вы не видите источника эфира? Возможно, вы его заметите, когда захвачу источник и направлю против вас его силу. В игре существуют особые типы местности. Разместив на них отряды, можно получить те или иные свойства. Источник одна из таких клеток. Это источник эфира. Переместите один из отрядов к источнику, чтобы в начале следующего хода получить дополнительный эфир. Эфир нам нужен, наверное, вот это вот есть эфир. Смотрите, какая штука. Обычный боевой сундук содержит трофеи. Здесь на каждом ходу собирается эфир. Ну, допустим, я тебя сюда перемещу. Пошли. Меня наполняет мощь источника, дух. Твоё поражение неизбежит. Пока ваш отряд удерживает клетку с источником, вы будете получать дополнительный эфир в начале своего хода. Помимо источников, есть и другие разновидности особой местности. Изучайте по рыбой, чтобы определить, какие свойства вы можете получить, размещая отряды на тех или иных клетках. Окей. Непонятно, что нам даёт этот эфир, если честно. Значит, что есть у лучников? Они могут выстрел великого лука сделать. Вообще, они стреляют, дальность у них 2. 2. А где это можно посмотреть, что 2? Погоди. 2 атака, 2 передвижения. А, и косвенно на 3. Выстрел великого лука, значит, дальность 3, урон 2. И косвенная атака, дальность 4, урон 3. Но здесь задержка в один ход. То есть, стрелять она будет только на следующий свой ход, и потом она опять сможет двигаться и стрелять, если что. Штука довольно-таки неплохая, вот эта. На 4 клетки, но пока мы никого, ничего, нигде, правильно? А подойдя сюда, вот сюда, мы сможем в них стрелять, в принципе. Давай. А не сможем, потому что мы передвигались, да? Хе-хе-хе, интересно. Тогда мы можем вот эту штуку, в принципе, сделать, косвенную атаку. Вот сюда. Вот так. Завершить ход. И такая важная вещь еще, в принципе. Вот тут у нас еще штука есть, тайник знаний. Древние свитки Шаиши. Подобрать, не подобрать. Сейчас мы миссию пройдем и покажу, что еще есть интересного в игре. То есть, это не все, по крайней мере. Есть еще такие ништяки определенные. Вот, мы их обязательно с вами увидим. Вот она сюда стрельнула и убила. Я что-то проморгал, да? Да, по-любому она убила кого-то. Так, теперь мы нападаем, значит, на тебя. А можем толкнуть, да? Единичку урона, игнорирующего броню. А зачем ты сместился-то? Пипец. Так, а ты можешь стрелять, в принципе, правильно? Два урона ей не нанесут. Почему? Потому что он умрет сейчас, персонаж. А, он же погибает, что-то там происходит с ним, да? Раскидывает нас, блин, печалька. Так, и двигаться ты уже не можешь, и ты тоже двигаться не можешь. Все, окей, завершаем ход. Здесь нету зоны контроля, то есть, в принципе, призраки могут рядом с своими персонажами двигаться, их никто бить при этом не будет. Что не есть хорошо, конечно. Так, ну и, в принципе, мы их сейчас добьем. А, нет, не добьем, потому что они сейчас взорвутся и оттолкнут нашего персонажа, да? Надо отойти в сторонку, нафиг, на всякий случай. Замедление. Только единичка на движении у нас идет, окей. Кстати, нам пора бы призвать этого чувака. Че я туплю-то? Давай вот сюда. Вот сюда тебя призовем. Так, ты, значит, сюда. И можно было бы, в принципе, уже стрельбу сделать вот по тем точкам, но пока она бессмысленна. Так, и ты... Три брони. Щит. Щит, тогда ты можешь вот сюда встать. Они вот друг с другом, короче, по броне дают, по единичке брони. Что, в принципе, неплохо. Потому что этих чумордосов атака три, то есть вот этому будет вообще прям безболезненно абсолютно все. Так. Ты можешь вот сюда встать. И, в принципе... А, и стрелять ты уже не можешь. Но давай мы сделаем вот... А, он, в принципе, сейчас убьется, да? Так, ладно. А это че, бонши у нас? Это рьяный. Они не взрываются. Так, бьем тебя. Да куда ты отходишь-то, блин? Пипец, вот зачем убегать-то? Я че-то понять не могу. Так, куда? Давай попробуем... Так, а сколько у вас движения? Два, да? Они теоретически вот сюда, наверное, куда-то пойдут. Давайте проверим. А, точно. Так, ну и ты давай добивай. А я могу тебя сюда... А если я его сюда поставлю, то он уже не сможет ударить, скорее всего. Правильно? Да, у него удара больше нет. То есть надо тупо бежать и... Блин, ну это так неудобно. Ну, хотя, да, я понимаю, в чем приколюха. У него две клетки. И удар считается, что вот у меня вот раз, вторая клетка будет враг. Если я иду сюда раз, два, то у меня как бы ход заканчивается. У меня нету третьей клетки. Если была третья клетка, я бы походил раз, два, и потом три ударил бы врага. Теоретически. Вот этим я тоже, соответственно, не смогу его ударить. Вот в чем проблема-то. Но я смогу его оттолкнуть, да? И ты можешь оттолкнуть. Погоди. Если ты отталкиваешь, ты наносишь ему единичку урона. А, ну в принципе, мы так его можем и это убить. Удар молотом, мы его отталкиваем. А почему он не пострадал? А потому что он ни во что не врезался. Ай, печаль какая. Так, вставай сюда, давай. Сейчас лучника нашего убьют. Но зато посмотрим, что такое у нас с лучником, если его убивают. Нет, замок вас отвергает. Это место принадлежит Нагашу. Мертвым, а не живым. Добро всегда побеждает. Скоро вы все в этом убедитесь. Все доедино. Ну вот, в принципе, вот такие вот боевочки. Так, что еще есть интересного здесь? Поздравляем, открытая компания обитателей ночи и червородья. Чтобы сыграть за них, начните новую компанию с главного меню. При этом будет завершена текущая компания загроза рожденных. Так, вот награды у нас. Обычный зигморитский щит. Он дает одну жизнью. Жизнью. И обвинитель это новый боец у нас. Окей. А также... Ааа, мы сундук открыли. Смотрите, взяли награду из сундука. Если бы мы сундук не открыли, мы бы награду эту не взяли. Поэтому надо все открывать. Чуваки у нас тоже получают опыт и будут прокачиваться, видимо. И дальше у нас есть выбор вариантов, туда или туда идти. Так, здесь вход в подземелье. Через этот разлом орды обитателей ночи вырываются из подземелья замка. Многочисленным шествием командует вражеский повелитель. Убейте его, чтобы мы могли разбить его войско. А здесь у нас... Орден опальных рыцарей обречен вечно защищать этот проход. Убейте их командира, чтобы освободить их от проклятия. Необычный навык и класс разведчик. Все то же самое, да? Ну... Примерно все одинаково. Разные монстры только. Тут, правда, монстры второго уровня будут. Тут первого. Тут посложнее чутка. Абой должен быть. Хотя сложность везде 2-2 стоит. Давайте пойдем сюда. Там какой-то портал потом дальше будет. Так, выбрать. Смотрите, это у нас есть войско. Здесь у нас еще есть иконка трофей. В трофеях, значит, мы видим наши отряды, которые из них используются и которые нет. Здесь у нас, значит, обвинитель, вестник и зигмар. С копьем призыва буря в руке они носятся по полю боя на пылающих крыльях, обрушивая на врагов свой гнев. Значит, если сравнить. У него 3 атака, 1 броня, 4 жизни, чуть меньше и 2 передвижения. Но, в принципе, они с воином, с освободителем довольно неплохо выглядят. Штурмовик. Что штурмовик? Обвинители крылатые отряды, которыми можно усиливать как защиту, так и нападение. С помощью основной способности перелет могут быстро менять свое местоположение на поле боя. Будучи штурмовиками, получают доступ к навыкам, улучшающим движение, или могут перемещаться и совершать действия во время хода, в которые они были призваны. Зов буря. Наносят 2 единицы урона и создают бонусный эффект на указанной клетке. При повторном использовании эффект исчезает. Атака по площади. Урон по находящимся на возвышенности отрядам не снижается. Но логично, если это сверху какой-то урон, да? В начале каждого хода наносят 1 единица урона, которая игнорирует броню. Окей, полет. На свободную клетку. Дальность 10. Перезарядка 5. Прикольно. Подкрепление. После призыва дает находящимся рядом с союзниками единичку брони. Навсегда или нет? Штурмовик. Летающий отряд. Штрафы местности не действуют. Истинная щитов. Ну прикольно, окей. Дальше у нас есть боевое снаряжение. То, что у нас есть интересного. Лук. Выстрел великого лука получает плюс 1 к дальности стрельбы. То есть он лучше, чем простой лук. Так, здесь обычный, значит, молот и обычный зигморитский щит. Укрепление. Вот щит можно было бы дать, кстати, вот этому вот чуваку, обвинителю. Давайте, в принципе, так и сделаем. Мы сейчас сюда поставим обвинителя. Да, блин. Так, тебя сейчас выберем. И давай, смотри. А у тебя зигморитовый щит уже и есть, в принципе. А это что дает? Укрепление. Одну единицу здоровья дает одну единицу урона на один ход. Нельзя использовать после движения. Ну, прикольно, прикольно. Давай тебе его дадим. Окей. Тут копье призыва бури. Говорят, копья и дротики грозорожденных безошибочно находят наименее защищенные точки в шкуре и броне врагов. Трудно сказать, что тому причина, свойство благословенного оружия или сверхъестественное мастерство грозорожденных. Окей. Тут пока ничего нельзя. И тут у нас, собственно говоря, броня. Так, лады. Тебе давай дадим вот эту. А, у тебя тоже великий лук. Но он без эффектов. Да, вот этот с эффектами. Плюс один к дальности стрельбы. Поэтому давай его бери. Так, еще что у нас есть в трофеях? У нас есть навыки. А кровавленный дротик я нашел навык. Дальнобойные атаки вызывают кровотечение. Но. Размер дани 100 единиц. Я почему-то не могу эти навыки применять. Да? Нет навыков. Это куда вот они вставляются, эти навыки? Хрен его знает. Мне есть. И мне не вставляются, потому что нет дальнобойных атак. Так, ладно. Есть божественные действия. Их пока еще нет. Есть знания. Знания это всякие книги, которые мы находим. Сетывание у костра. Это 13 из 20 страничек. И здесь первая из четырех. Сага небесного шлема. Все это можно собрать, почитать, посмотреть. Так, ну а мы в принципе все. Отрядик сформировали. Погнали. Так. Призываем себя. Сюда только, да? Окей. И лучника. Сюда. Пойдет. Лучник, значит, не ходит. А мы можем сразу вот сюда, в принципе, на источник эфира переместиться. Здесь я вижу только сундук. И по сути все. И по сути все. Больше ничего на карте нет. Ох, как вы быстро двигаетесь-то. Надо сейчас про них почитать, что кто это такие. Удар молотый. Удар молотый это способность грозорожденных, которые отбрасывают цель с одной клетки на другую. Такие отряды, как Фрей и Освободители, получают удар молотый за счет своего основного боевого снаряжения. Сражаясь на поле боя с пропастями и обрывами подобными этому, попробуйте атаковать врагов у края ударом молотого, чтобы сбросить их вниз и убить. Прикольно, прикольно. Но это надо еще зайти грамотно. Правильно? А ты, в принципе, у нас и упадешь, кстати. Давай скинем тогда его. Супер. Так, давайте прочитаем, что это за враги. Лязгающие орды. Три атака, шесть здоровья, стойкость, до единицы максимального здоровья. Натиск. Тяжесть оков. Единичка урона и притягивает отряд. Дальность два. Окей. В цепях. Готовят врагам раскалывание на две единицы. Длится три хода. Если не будет отменено или прервано. Раскалывание. Умирает нам, кстати, убийца. Дает минус единичку. Движение на два хода на расстоянии до одной клетки. Так, это лязгающие орды, значит. Тут тоже и тут тоже. Все они, в принципе, лязгающие орды. Окей. Так, мы походили. Теперь ты. Однозначно он подойдет вот сюда. Правильно? Поэтому давай вот так мы сделаем сейчас. И до кучи мы можем призвать вот тебя. Давай вот сюда. Погнали. Ты же не можешь ходить? Не можешь. А че они не пошли к нам, прикиньте, да? Так, ладно. А сюда можно будет забраться, нет? Непонятно. Окей, пошли сюда. И давай опять толчок. Не знаю, был ли эффект какой-то от этого, нет? Так, ты, значит, идешь сюда. И давай опять вот эту штуку вот сюда. И пять мы можем призвать, в принципе, вот этого чувака. Но пока не будем призывать. Притянул, да, моего? Я еще по-своему выстрелил. Ха-ха-ха, тут прикольно. Блин, это прикольно. Так, окей. Ты, значит, подходишь сюда, чтобы у вас брони было побольше. Так, могу ли я... Я наверх не могу его призвать, да? Так, ты, значит, идешь сюда. Бьем его. Ну, не хило они так бьют-то. А куда броня моя делась? Че-то я понять не могу. Вы же вроде как должны с броней друг друга защищать, нет? У тебя есть щит, у меня есть щит. Почему они не действуют? Потому что... Минус две единицы брони в цепях. Окей, я понял тебя. Так. Давай я встану вот сюда. Ты нападаешь вот на эту. Так, ты его, в принципе, добиваешь. Пойдет. И давай тебя призывать вот сюда, чтобы броня была вот этим двум. Он же дает плюс две брони. Все, щиты восполнились. Нормально. Вот это че за ячейки? Непонятно тоже пока. Так, че, бьем тебя? Единичку жизни я потеряю, да? А ты? Только единичку урона нанесешь. А ты? Так, а ты же можешь копье, да? Две единицы урона. Полет. Укрепление. А перезарядка три хода, да? Дальность три. Давай. Так, и я, в принципе, его сейчас добью тогда. Окей. Так, и ты тогда подходишь вот сюда, чтобы броня у вас была поболее. Ну, а ты тогда вот сюда. И давай, на всякий случай. Ну, давай сюда. Выстрелим, попробуем. На таб отряда, кстати, не переключается. То есть, в нормальных играх, в принципе, на таб жмешь, у тебя отряды переключаются. Ну, вот говнюка. Это он притянул мою, короче, моего стрелка вот сюда. И они столкнулись друг с другом. Так, удар. А ты че, не можешь, что ли? У тебя че? У тебя один передвижение, да? Ну, ладно, пошли сюда тогда. Нельзя использовать после движения. Давай перелетим, что ли, вот сюда. Так, ты все. Ты только толкнуть можешь. Либо вызов. Ну, не айс. Хотя, в принципе, 4 брони, почему бы не. Давайте вызов на него сделаем. Чтобы он моего лучника не убил. Так, смотрим, че будет. Ну, че-то он меня не атакует, нифига. Атакует наоборот, на высшитоносце. Так, окей, ты-то можешь его ударить? Можешь. Давай. Так, ты, значит, и тогда идешь куда? Леди, я спешу, 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 я спешу. Она присылала ко мне множество своих лакеев, но все они вернулись ни с чем. Тебя ждет та же участь. Так, это у нас лорд палач. Четыре атака. Семь жизней, да? Наносит три единицы урона, дальность один, несущий смерть. Наносит три единицы урона за каждый заряд смертельной метки у цели. Призывает плав, каждый ход атакует случайный вражеский отряд в радиусе трех. Пипец, смертельная метка. Ответ на удар. Четыре единицы урона. Контратак, офигеть. Офигеть. Так. Давай, значит, мы шмаляем вот сюда. Ты, значит, давай-ка вот сюда отходи, тебе надо защищаться, потому что... Ты сюда. А че, или туда не могу своего выбрать. Че с ним не так? Ладно, окей. Ну, я так чувствую, что нас победят, потому что просто пипец какие уроны тут подходят. Так, еще выстрел. Ты, значит, ты его убиваешь. Ты, значит, что у нас? Укрепление. Да, вот сюда отойдем. А я могу скинуть его вот туда, за карту? Мне кажется, что нет, да? Там же нет обрыва. Как вот это будет работать? Давайте попробуем. Да, ему просто некуда слетать там край карты. Ну, зато мы попробовали хотя бы. Окей. Так, лучником мы его завалили. Так, ты можешь копье стрелять, две единички урона. Может, на него? На него. Ну, этого, в принципе, ты добьешь, правильно? Не добьешь. Плохо. Каждый ход атакует случайный вражеский отряд в радиусе трех. Ты можешь вот сюда подойти, в принципе, толкнуть его на того, да? Окей, теперь ты можешь... Ты можешь только по плахе ударить, да? Ты можешь его добить копьем. Так, окей. Ну, бей плаху. Ну, бей плаху. Пока все. Ведь тут наш, кстати, контратаки не делает. Так, окей, урон от молнии получил. Так, вот этого можно скинуть будет сейчас, правильно? Правильно. Поэтому. Так, а ты два... Два. На кого он может нападать? А ты можешь обменяться вот с этими местами? Не можешь. Давай тогда пока вот сюда вот отлети. Так, ты, значит, настанешь вот сюда. И скидываем его вниз. Отлично. Так, и ты остаешься. И я умру. Нет, уж давай лучше вот этого бить. Так, пока все. Это он, героя моего, убил, да? Вот так вот. Короче, героя надо защищать. Если герой погибнет, то все. Выбрать награду. Стрела гнева. Ну и, собственно говоря, поражение. Мы проиграли сами. Убита Фрейя. Небесный шлем вновь выкован на наковальню Зигмары. Время прошло, и завоеванные поля боя теперь выглядят по-другому. Чтобы вновь их завоевать, Фрейя опять вступает в битву. Так, можно перековать. Это что значит? У нас появился редактор расцветки. По умолчанию. Создать новое. О, прикольно. Дополнительное. Ну, прикольно. Прикольно. Так, так, так. Трофей. Все это у нас осталось. Войско. Мы можем добавить сюда пять чуваков. И у нас появились обитатели ночи и червородие наругало. Другие миссии. Так, ну, если мы здесь начнем, мы решим компанию по новой, да? С солдатами все они у нас есть, уже открытые, в принципе. Трофей. Боевое снаряжение у нас тоже есть. Причем даже поддержка сотрясателя появилась. Навык остался. Книги остались. Ну, то есть вот так, пока не победим, пока не пройдем миссию. Вот так, в принципе, мы и играем. На этом я, пожалуй, закончу, пожалуй. Ну, в принципе, игрушка неплохая. Когда я первый раз начал в нее играть, она мне что-то не очень понравилось. Сейчас вижу, что довольно-таки богатое разнообразие в игре. Довольно такая гибкая настройка и персонажей за счет оружия. Плюс еще прокачка будет. Плюс мы с вами не увидели вот эти штуки. Вот эти штуки. Что такое чудеса и что такое размер дани? Я, если найду информацию, я, может быть, в комментарии напишу, что это такое. Ну, и, в принципе, вот сейчас уже, поиграв несколько миссий, я понимаю, что игра, в принципе, это и неплохая. Ее еще немножечко поудобнее сделать, скажем так, интерфейс, чтобы персонажи на так переключались. Чтобы было понимание, кто уже походил, кто не походил. У кого какие действия остались. Ну, чтобы это было визуально видно все, понимаете, а не тыкаться в каждого персонажа отдельно. В общем, вот эти нюансики доработать, и игра будет вполне себе неплохой. Поэтому, если вам нравятся такие игры, рекомендую в нее поиграть. На этом, в принципе, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Теребончик, идти колобольчик. Ихи, колобольчик. И спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok